13 декабря в Доме правительства состоялось очередное пленарное заседание осенней сессии Народного совета ДНР 2-го созыва. К работе в сессионном зале приступили 87 депутатов от фракции ДНР и Свободный Донбасс. Согласно повестке пленарного заседания, депутаты рассмотрели в первом чтении законопроект Гражданский кодекс книга 4, а также во втором чтении проект Гражданского кодекса ДНР. Проекты разработаны депутатом Народного совета 1-го созыва Денисом Бушилиным. Сегодня будет выноситься на рассмотрение Гражданский кодекс ДНР. В свое время первые три книги были приняты в первом чтении еще в первом созыве. Проделалась громадная работа как в первом созыве в этом направлении, так и уже сейчас во втором созыве. Это фундаментальный документ, во многих государствах его называют второй конституцией, скажем так, гражданской конституцией, который призван урегулировать гражданские отношения в нашей республике. Как вы понимаете, это самый широкий спектр взаимоотношений, правовых отношений, гражданских отношений в нашей республике. Это чрезвычайно важный для нас этап в жизни нашей молодой республики и в жизни особенно Народного совета, поскольку с принятием Гражданского кодекса нам еще необходимо будет проводить большую работу по обеспечению Гражданского кодекса иными законодательными актами. Учитывая, что Гражданский кодекс ДНР – это фундаментальный законодательный акт, регулирующий имущественные и личные неимущественные отношения, парламентарии проголосовали за принятие проекта кодекса во втором чтении в целом с учетом поправок. Далее Гражданский кодекс ДНР будет направлен на подпись главе ДНР и вступит в силу с 1 июля 2020 года. Также в ходе заседания депутаты рассмотрели изменения в закон ДНР о регистрации расчетных операций при осуществлении наличных или безналичных расчетов и в статью 155 закона ДНР о налоговой системе, разработанной Комитетом Народного совета по бюджету, финансам и экономической политике. О сути предложенных изменений рассказала председатель профильного комитета Марина Жейнова. Ранее, например, если мы подразумеваем 10 тысяч провели неучтенные операции, то в пятикратном размере штраф это 50 тысяч. Субъект хозяйствования при обнаружении должен был бы заплатить штрафных санкций. Комитет предлагает в двукратном размере, то есть получается, если мы берем 10-20 тысяч, ну как бы более лояльно. Сейчас в законе 2 тысячи рублей за каждый фискальный отчет в случае его невыполнения в день проведения на расчетных операций, либо необеспечения его надлежащего хранения, комитет предлагает понизить до 500 рублей. Далее, в случае неподачи или несвоевременной подачи отчетности сейчас в законе 1000 рублей, комитет предлагает до 500 рублей понизить. Ранее, сейчас в законе, вернее, в пятикратном размере на сумму неустановленного соответствия штраф, опять же, если это 10 тысяч, то 50. Комитет предлагает в двойном размере, то есть таким образом понизить штрафные санкции для субъектов хозяйствования. В законе в двойной стоимости неучченных товаров штраф комитет предлагает 50% стоимости данных товаров. Кроме этого, согласно повестке дня депутаты Народного совета рассмотрели законопроекты о внесении изменений в закон ДНР об образовании, о внесении изменений в закон ДНР о театрах и театральной деятельности и о внесении изменений в статьи 21 и 25 закона ДНР об общественной палате ДНР. По итогам заседания все вышесказанные законопроекты были приняты в двух чтениях в целом. Далее проекты закона будут направлены на подпись главе ДНР и вступят в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного совета.